Максима Галкина признали иноагентом. Конечно же, это было очевидно, что после его высказываний, после его действий, после его переезда и концертов за границей, где он нет-нет-да-да-да осуждает действия России и ее власти, он, конечно же, со 100% вероятностью вошел бы в список иноагентов. Но Алла Борисовна Пугачева, его жена, которая приезжала даже в Россию и сейчас вроде там находится, не попала в этот список по какой-то непонятной причине. Именно эта причина ее возмутила и она потребовала у правительства, чтобы ее тоже несли в список иноагентов. На что Соловьев ответил, покойся с миром. К чему это было вообще, блядь, непонятно. Ну а Тимоти своим красноречивым постом намекнул на то, что очень некрасиво уезжать и предавать страну, в которой ты зарабатывал деньги на федеральных каналах. И теперь и осуждать и обсуждать эту страну на своих концертах. Своё оправдание, кстати, Максим Галкин сказал то, что последний раз деньги от Украины он получал в очень далеком 2000 году, когда давал там концерты. Ну, собственно говоря, это не особо считается за иностранное финансирование, если я не ошибаюсь. До встречи, гилд, я ухожу в сиську.